Маленькая Маша Андреева Анжелика Андреева – мама семерых детей. Маша – младшая дочка. Ей восемь лет. У нее четыре старших брата и две сестры. Комната девочки, как и положено, наполнена игрушками. В глаза бросается большая коллекция плюшевых котов. Сейчас у Маши их больше одиннадцати. У каждого свое имя и свои особенности. Его зовут Снежок. И он очень любит снег. Наполненный снег. Это персик. Он квадратный и может спрятаться, где угодно. Это обнимашка. Кот. Он всегда тащит сосиски и проказничает. Пока младшенькая играет со своими усатыми друзьями, в соседней комнате старшая дочь активно готовится к экзамену. Анастасии 16 лет. В этом году она заканчивает девятый класс. Три экзамена уже позади, остался последний. Свою жизнь девушка решила связать с медициной. Поэтому основной упор она сделала на химию и биологию. Я хочу поступать в Державинский медколледж. Пока на медсестру, а потом хочу на ортодонт поступить. Год назад поставили мне брейкеты. Я вот хожу раз в месяц проверяться к своему лечащему врачу. И вот мне очень интересна эта тема. И хочу тоже этим заниматься в дальнейшем жизни. А это София. Она, как и Маша, играет на фортепиано и поет. А еще танцует и рисует. Кстати, последняя – одно из любимых хобби девочки. София – активная участница всех областных конкурсов. Одна из последних ее картин называется «Верую». Задумка полностью принадлежит юной художнице. Военной, а в руках у него живое яйцо. То есть на него все полагалось и от него зависело, выжит это существо или нет. И получается, он держал в руках и понимал, что вот оно. То есть все-таки есть какой-то шанс и он должен что-то сделать. Час обеденный. Так что самое время пить чай. Девочки помогают маме накрывать на стол. Расставляют тарелочки, раскладывают столовые приборы, наводят согревающий напиток и ставят на стол сладости. Главным блюдом за чашкой чая стали домашние синабоны, которые дочки приготовили сами. Это рецепт от моего любимого репетитора по биологии. Я очень люблю. Внутри мы сделали начинку с сахаром, с корицей, ну как и в обычных синабонов. Ну и крем сверху мы сделали с сыром маскарпоне и с шоколадой белой. Папа большого семейства Владимир. 11 лет был настоятелем Маршанского свято-троицкого собора Тамбовской области. А сейчас работает в Москве. Долгое время он работал в Академии МВД, в храме, в православном работал. Потом в период пандемии он еще получил дополнительное медицинское образование. Четверо сыновей Анжелики и Владимира сейчас работают и учатся в других городах. Старший сын Иван – победитель многочисленных международных музыкальных конкурсов. Ему 29 лет. На данный момент он уже закончил Саратовскую консерваторию по направлению фортепиано и поступил в Ассентуру. Сыновья Дмитрия и Елисей пошли по стопам отца, занялись духовным делом. Дмитрий заканчивает теологический факультет и одновременно служит в епархии в городе Сочи. Елисей уже завершил обучение и в этом году на Благовещении стал священником в Краснодарском храме. А Артемий – младший сын, погрузился с головой в медицину. Сейчас учится на медбрата. Дальше планирует поступить на врача-кардиолога. Кстати, все молодые люди, как и их сёстры, хорошо поют. В прошлом году Анжелика и Владимир справили жемчужную свадьбу – 30 лет совместной жизни. А в этом их семья была удостоена ордена «Родительская слава». Полина Матовникова, Олег Осипов, Ромазан Уружмагомедов. Область новостей.